Добрый вечер, 19.05 на часах. Традиционно в среду в это время в нашей студии мы обсуждаем проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Программа «Так и живем» в прямом эфире в студии Ольга Хохлова. И мы начинаем. Сегодня мы разберем еще одну важную тему. Это аварийное жилье в Красноярске. Сколько в нашем городе ветких строений? Что сделать, чтобы ваш дом был признан аварийным? И самое главное, как добиться сноса? Ответить на все эти вопросы мне поможет мой гость. Рядом со мной начальник отдела планирования бюджета и целевых программ Департамента градостроительства Евгений Алексеев. Евгений Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем вот с чего. Сколько вообще в Красноярске аварийного жилья? Сколько этих домов в городе? На данный момент официально признанных домов 341 дом. Из них уже на данный момент порядка 100 домов уже участвуют в программах. Будут участвовать в программах по расселению. То есть это планы еще? Да, планы только, которые уже... Некоторые уже сейчас у нас расселяются в рамках развития застроенных территорий. Некоторые дома, которые мы сейчас участвуем в конкурсном отборе, будем участвовать в город Красноярске, под универсиаду. Особо значимое мероприятие. На уровне Красноярского края принято решение о том, чтобы выделить городу Красноярску на расселение 65 домов. Мы с вами еще вернемся к финансовому вопросу. А вообще вот в городе какие-то дома же еще не признаны аварийными, но они тоже в ветхом состоянии. Сколько таких домов у нас? Такие дома и есть, но... Есть статистика какая-то? Статистики, как таковой, пока нет у нас. Хорошо. Я предлагаю вернуться к разговору чуть позже. Прямо сейчас мы посмотрим небольшой сюжет. Вот как мне кажется, в этом сюжете отображена самая главная проблема, с которой сталкиваются люди, которые живут в ветхих аварийных домах. Давайте посмотрим. Теперь потихоньку рассыпается уже второй год и никаких. С одной стороны дыра, с другой огромные щели. Жители улицы Энергетиков 69 боятся, что их дом может рухнуть в любой момент. Здание покосилось уже давно. Штукатурка отлетела, кирпичи крошатся, балконы и пол скрипят. Проводка в безобразном состоянии. В щитках сплошные скрутки. В любой момент короткое замыкание и дом вспыхнет, как спичка. Специальная комиссия признала дом аварийным еще в 2014 году. Он подлежит сносу. Но обещанного, как известно, три года ждут. В городской администрации людям заявили, денег в бюджете нет. Они сносят, потому что сказали, что мы не входим в программу, денег нет. А ничего не говорят. Как появится программа, так нам все сообщат. И в таком состоянии почти все дома на улице Энергетиков зданиям по 60 лет. Часть из них признали аварийными. До некоторых очередь так и не дошла. Пример Энергетиков 71. И таких старых домов в городе не пересчитать по пальцам. Улица Краснопресненская, Быковского, переулок Медицинский и многие другие. Люди уверяют, не могут получить ни одного ответа о судьбе своих домов. Поэтому пока вынуждены жить в таких условиях и надеяться, что крыша над головой выдержит время и непогоду. К нашему разговору об аварийном жилье можете присоединиться и вы. Звоните в прямой эфир по телефону 261-62-63 и задавайте свои вопросы. Мы постараемся ответить на все. Итак, Евгений Владимирович, мы посмотрели сюжет, да, конкретный адрес. Энергетиков 69. Какая судьба у этого дома? Видим, что аварийный. Этот дом признан аварийным в феврале 2017 года в Межведомственной комиссии. На данный момент рассматривается вопрос о развитии застроенной территории. Туда попадут дома с 61 по 71 дом. Будем рассматривать сейчас, ну, собирать документы, подготавливать. И в последующем будет определен в рамках договора о развитии застроенной территории, когда будут расселены данные жители. То есть пока даты никакой нет? Пока точной даты сказать не могу. Что касается дома соседнего, энергетиков 71, вы о нем сейчас только что тоже сказали. Люди говорят, что там оценка проведена не была, и дом не признан аварийным. Вот здесь как быть? Здесь я посоветовал бы людям обратиться в Межведомственную комиссию при Департаменте городского хозяйства. Проведут специализированные организации оценку состояния данного дома. И на комиссии будет принято решение о признании дома аварийным и подлежащему сносу, либо о признании аварийного, но подлежащего капитальному ремонту. Но мы эту площадку пока рассматриваем как для развития застроенных территорий в перспективе. А как так вышло вообще? Вот люди говорят, что 69-й дом комиссия приезжала, признала аварийным, эту оценку провела. 71-й такой же дом абсолютно того же года постройки, но до них комиссия не доехала. Почему? Скорее всего, жители не проявляли инициативу о признании своего дома аварийным. То есть теперь они должны сделать это сами? Ну да, обратиться в Департамент горхозяйства, проконсультироваться. Можно в Департаменте горхозяйства, там все расскажут, какая процедура, как ведется признание. А стоимость вот этой экспертизы можете назвать? Стоимость экспертизы, она определяется на основании торгов. Но, как практика показывает, что начинается она, может быть, от 30, может быть, и выше. И эту сумму поделят на все квартиры, я правильно понимаю? Если это собственники будут сами инициировать, то да, они могут. Может и сам любой из собственников это сделать за свои деньги. Спасибо большое. Мы еще вернемся обязательно к разговору. Прямо сейчас к нам присоединяется телезритель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Нина Павловна меня зовут. Вот, не знаю, как имя, отчество вашего собеседника. Евгений Владимирович. Евгений Владимирович, вот он говорит, не знает, где деньги взять. А скажите, пожалуйста, а коммунальные взносы, которые мы платим, все, уже там миллионы насобирали, нельзя оттуда взять? Спасибо. Это ремонтировать аварийные дома. Спасибо большое за ваш вопрос. Я так понимаю, люди имеют в виду счет дома. Они платят продающие компании ежемесячно. На счет дома, это же на капитальный ремонт идет. Да, тут речь немного о другом. Есть текущий ремонт и есть капитальный ремонт. Это разные вещи, разные фонды. Тут нельзя распределять бюджетные средства так. Давайте вернемся к нашему разговору. Поговорим немного о процедуре. Как вообще дома признают аварийными? Что для этого людям нужно сделать? Вот, например, живут, да, дом старый. Что это делать? Собственник должен обратиться с заявлением в департамент городского хозяйства, где создана комиссия по признанию данных. Межведомственная комиссия при департаменте городского хозяйства находится на улице Парижской коммуны 25. Там пакет документов предлагается, заявление, также акт обследования специализированной организации. Ну и дальше это выносится на рассмотрение межведомственной комиссии, которая принимает решение о признании либо не признании аварийным. А по каким критериям это решение принимается? Сколько процентов износа дома, например? Процент износа должен составлять для кирпичных строений это 7, более 70 процентов. Для деревянных строений более 65 процентов. Но это определяется, опять же, оценкой специализированной организации. Ну, как правило, я правильно понимаю, что это старые дома все? Каких годов они построили? Дома старой постройки до 1900 года есть дома даже. Ну, мы от них уже пытаемся потихонечку избавиться. Большая часть была снесена уже. Но есть дома, которые там до 60-го года. Ну, это в основном двухэтажные строения все, которые были построены там в послевоенное время, вот как бы в этот пересрочный период. Евгений Владимирович, буквально за последний месяц в Красноярске случилось несколько ЧП в аварийных домах. Вот я предлагаю прямо сейчас вспомнить эти истории, а после мы продолжим разговор. Кусок стены в буквальном смысле отвалился от дома на Армейска 27. Кирпичи посыпались один за одним, и в здании образовалась огромная дырка. Дому больше 50 лет. Люди сетуют. Раз он начал разрушаться, где гарантия, что эти же кирпичи не посыпятся им на головы? По документам, строение подлежит капитальному ремонту. Жильцы говорят, категорически против этого и требуют сноса, а их переселить в новые квартиры. А это улица Полтавская, 30. В этом бараке накануне замкнуло электропроводку. Второй этаж одного из подъездов полностью охватил огонь. Сразу шесть квартир стали непригодны для проживания. И этот дом тоже не расселяют, хотя он признан аварийным. Сейчас люди разъехались по родственникам и знакомым. Внятного ответа о судьбе дома, говорят, до сих пор не получили. У вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир. Напоминаю, номер телефона 261-62-63. Звоните, задавайте свои вопросы об аварийном жилье, если такие есть. Ну что ж, посмотрели небольшой материал. Какая судьба у этих домов? Много обсуждались и в СМИ, и люди звонят, спрашивают. По Армийской, 27. На данный момент создана комиссия. На ней принято решение на данный момент поддерживать дом в живом состоянии, чтобы не допустить чрезвычайных событий дальнейшего и ухудшения условий. Но в последующем будет опять проведена комиссия, межведомственная комиссия, заключение. И вынесено на рассмотрение о признании данного дома аварийным. С последующим расселением и сносом. Это что касается Армейской, 27, правильно? А Полтавская, 30, вот где горел дом, это старый деревянный барак? Да, он признан в аварийном в 2015 году. Дом был. Да, в доме произошел пожар. Данную территорию рассматривали как развитие застроенной территории. Но в связи с тем, что генпланом и проектом планировки предусмотрена парковая зона. И в рекреационной зоне застройщикам невыгодно сносить данные дома. Жителям было предложено переселиться в маневренный фонд. Но они отказались. Это временное жилье. Да, это временное жилье. Но мы надеемся, что программа будет продлена по переселению из аварийного дома. Домов имеются в виду. Тогда мы приступим к расселению. Ну точно тоже, я так понимаю, ничего сказать пообещать не можем, правильно? По последнему, что произошло в Москве, был госсовет, там было принято решение определить действия фонда на год. После чего за этот год они должны принять решение совместно с правительством Российской Федерации, совместно с субъектами Российской Федерации выбрать механизм постоянной работы данного фонда. То есть федеральная вот такая программа должна споро начать действовать? Да, должна быть на постоянной основе. Ее разрабатывают уже, насколько я понимаю. Ее принято было решение на госсовете просмотреть возможность на постоянной основе. Мы сейчас обязательно вернемся к разговору. Прямо сейчас к нам присоединяется еще один телезритель. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и какой у вас вопрос? Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Мы жители Спандаряна. Наши дома деревянные признаны в 2015 году в Аринии. Скажите, что будет с нами. У нас износ 70% поставили. Хорошо, спасибо большое, Валентина, за ваш вопрос. Ну, я думаю, самый распространенный вопрос. Да, это будет самый распространенный. И вы его ожидали. Да, я ожидал этот вопрос. Тут вся ситуация в том, что на данный момент мы исполнили свою программу. Мы ждем все-таки продления действия фонда и получения средств. Ну, как раз о чем мы сейчас с вами говорим. Да, о том, что я сказал. Ну, давайте тогда вот сразу поговорим об этом заседании, которое прошло в Москве 4 мая. Как раз президент вместе с министром ЖКХ, по строительству ЖКХ обсуждали судьбу аварийных домов. И было сказано, что должны в каждом регионе быть установлены сроки, когда аварийное жилье должны снести. Что это за сроки у нас в городе? И все ли аварийное жилье должны снести? Вот не совсем понятно. Имеется в виду, что при признании аварийного дома у него должен стоять срок расселения. Но нигде на одном нормативном акте не указан, какой это срок должен быть. Разумный срок. Вот в это, скорее всего, и имелось в виду, чтобы правительство, на уровне правительства Российской Федерации, было разработано механизм конкретизации именно сроков расселения, а также механизма именно расселения таких домов. Это вот касается вот этого вопроса. Прямо сейчас у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, вы нас слышите? Убираю. Нет телефонного звонка у нас. Давайте тогда продолжим наш разговор. Хочется понимать, вот мы к этим срокам вообще успеем? Мы выполним обязательства свои? Потому что как раз было сказано, что темпы во многих регионах отстают. Нас это тоже касается, насколько я понимаю. Нет, нас это уже не касается по той причине, что мы программу... На госсовете обсуждалось исполнение указов президента, 600 указов, в котором было сказано о том, чтобы дома, признанные до 01.01.12, должны быть расселены до сентября 2017 года. Город Красноярск исполнил эту программу еще в 2015 году. Мы досрочно исполнили ее в 2015 году. Это обсуждалось там, потому что не все субъекты Российской Федерации еще на данный момент переселили дома, которые признаны до 01.01.12. Вот это было обсуждение основное, которое... Посыл президента о том, чтобы усилить меры и ускорить процесс расселения людей. Вот очень много говорим, очень сложно, мне кажется, для наших телезрителей. Давайте простыми словами объясним, да, что это все для нас значит. Много обсуждений было, много вопросов поднимали. Для нас, мы, так как исполнили этот вариант, можно было бы рассматривать нас как участников, но мы идем в составе субъекта Российской Федерации, это в составе Красноярского края. Когда Красноярский край закончит всю программу своего переселения, он будет, по условию того, что президент озвучил, продлить работу фонда, они сделают механизм определяться с финансированием. И уже субъект Российской Федерации сможет принять участие на дальнейшее расселение, получить средства на расселение тех домов, которые у нас уже после 01.01 признаны аварийными. Это вот касается вот этого. Для нас это самое главное, что мы сделали все вовремя и даже досрочно. Прямо сейчас у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Надежда. У меня такой вопрос. В Москве сносят пятиэтажки, хрущевки, а у нас говорят о том, что нужно жителям самим обращаться за признанием их дома аварийным. Посмотрите, сколько у нас домов. И разве не может город сразу учесть все это, а не заставлять людей мучиться? Вот таким образом. Когда я слушала выступления московских руководителей... Спасибо большое вам за ваш вопрос. Ваш вопрос понятен. Я думаю, очень сложно сравнивать Красноярск с Москвой. Да, с Москвой очень тяжело сравнивать. Ну, я скажу так, что Москва исполнила свои обязательства перераселения. Давайте очень коротко ответить у вас, к сожалению, время эфира. Они переходят уже к другой стадии реновации. Это имеется в виду, что они, стал жилищный фонд, будут застраивать высотными строениями. Высотными строениями, которые... Там очень большая программа, конечно, готовится. И с людьми обязательно обсуждают все эти вопросы, насколько я знаю. Спасибо вам большое, что вы пришли в нашу студию. Очень полезным, я надеюсь, для наших телезрителей получился разговор. На этом все. Свои коммунальные истории пишите нам на Вайбер, Ватсап или Телеграм. Также оставляйте сообщения в группе Афонтова ВКонтакте или Фейсбуке. Наш номер телефона 285-14-14. Какой станет следующая коммунальная среда, решать только вам. До встречи через неделю. Афонтова ВКонтакте. Афонтова ВКонтакте. Афонтова ВКонтакте. Афонтова ВКонтакте. Афонтова ВКонтакте. Афонтова ВКонтакте.